Кто вместо Петрова? Прокурор Иркутской области Александра Воронина. Им он стал в июне 2007 года приказом генпрокурора России. По словам иркутских журналистов, Воронин слишком долго задержался в заместителях. Однако журналисты издания не исключают, что у руля оставят нашего уже проверенного зама. И здесь некоторые прочат сразу двух заместителей – 55-летнего Талиха Магомедова и 49-летнюю Галину Ковалеву. Магомедов с августа 2008 года стал заместителем Петрова, а Ковалева – с июня 2009. Пробки для бедных. Третий мост через Уду будет платным и закрыт для пешеходов, пишет издание «Номер один». Строительство моста оценивается почти в 5 миллиардов рублей. Третий мост грозит совершить революцию в транспортной системе. Станет первым платным мостом не только в Улан-Удэ, но во всей республике. Место строительства давным-давно выбрано от района трамвайного депо в направлении Центральной ГИБДД и ТЭЦ-1. Оно даже предусмотрено в генплане Улан-Удэ. Многие годы там существовал только небольшой пешеходный мост, по которому местные всегда переходят между Октябрьским и Железнодорожным районами. Дело долго не двигалось с места, но теперь наконец-то сделан первый шаг. Вступительная кампания 2017 стартовала. Что нового в вузах страны и Бурятии, какие подводные камни могут ждать абитуриентов до желанного зачисления в студенты, размышляет молодежь Бурятии. Судя по данным газеты, самыми низкими ценами на образование может похвастаться Академия культуры. На заучном отделении можно получить образование за 40 тысяч рублей, на очном от 80 до 169 тысяч. Что касается БГУ, самыми популярными факультетами остаются юридические, экономические и восточные факультеты. Удивительно, но самое дорогое обучение в этом вузе по специальности физкультура – 151 тысяча рублей. Во взгуту около 600 бюджетных мест. Стоимость платного обучения, как и по всей стране, выросла на 6-7 процентов и составляет 100 тысяч рублей на гуманитарные направления, 116 тысяч на технические, 171 тысяча с высоким уровнем сложности оборудования. Самый большой конкурс с проходными баллами 160-170 был в прошлом году на технических направлениях. Это были лишь некоторые публикации республиканских еженедельников. Илья Вельков, Надежда Хлыстова, Алексей Щербаков. Новости дня. Продолжение следует...